Это немецкая школа в Москве, Deutsche Schule Moskau. Одна из последних немецких организаций в России, наряду с посольством Германии йот-институтом, которая до сих пор не закрыта. Возможно, потому что именно здесь учится сын Марии Воронцовой, российского врача-эндокринолога, более известной как старшая дочь Владимира Путина. Его внук сейчас ходит в пятый класс. Общается он с детьми дипломатов из Швейцарии, Австрии и Германии. Для не семей дипломатов обучение там стоит в районе 7 тысяч евро в год. В каждом классе ученикам выдаются айпады, макбуки и аймаки. В самой Германии такую оснащенность еще поискать. А уже с начальной школы в Deutsche Schule Moskau детям преподают сексуалькунда. То есть в старших классах, в том числе детям российской элиты, рассказывают о том, что ЛГБТ это нормально, и у людей может быть не два гендера. А еще показывают, как в демократиях организуют протесты, имитируя протестный лагерь в разы того, что в Германии устраивает молодежь от зеленых. Зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Все уроки в школе проходят исключительно на немецком. То есть внук Путина говорит на нем как на родном. И вся система образования там целиком скопирована с модели обучения в немецкой земле Тюрингия. Видимо, так сложилось исторически, потому что когда-то московская школа имени Гааза был российский немец, аптекарь, который бесплатно лечил в России бедных, благо ДР-овской школой. Отсюда и Тюрингия. В школе даже нет обязательного предмета русский язык. Его можно выбрать по желанию, в качестве факультатива в старших классах. Когда-то, в конце 90-х, в этой школе учились и обе дочери Владимира Путина, Мария и Екатерина. Подробности их жизни с самого начала старались держать в строгом секрете. То есть вы откровенно раздражаетесь, когда пытаются идти в сторону семьи? Зачем? Говорят, что за девочками всегда приезжали люди в черных костюмах. А когда их отец стал президентом, в школе они появляться перестали. Их перевели на домашнее обучение. Зря вы хрюкаете, потому что вы не понимаете, что только вопросы безопасности. Фамилия, под которой известна старшая дочь Путина, Маша Воронцова. То, что она дочь Путина, российские власти фактически подтвердили только в этом году, когда государственное информагентство РИА сообщило о том, что Запад ввел санкции против дочери Путина и указал ее имя. Также известно, что Мария вышла замуж за Йорита Фассена, голландского бизнесмена, сына военного моряка и основателя клуба любителей пива. И пусть дальше продолжают пить пиво. По-моему, специалисты говорят, там большой набор женских половых гормонов. Еще в 2013-м, за год до аннексии Крыма, супруги жили в пентхаусе в голландском городе Ворсхоттен. В 2014-м, после истории со сбитым Боингом и первыми серьезными санкциями, жители Нидерландов призвали власти выслать в Воронцовую из страны. Спустя год дочь Путина вместе с мужем уже жили в Москве. По словам собеседника Медузы, знакомого с ближним кругом российского президента, на то, чтобы дочь и внук жили в России, настоял сам Путин. И сказал, мол, если зять хочет видеть своего сына, пусть сам чаще бывает в Москве. Дочь Путина стала заниматься наукой. Вот ее работы, их всего пять, все опубликованы под фамилией мужа. Но не только наукой. Мария Фасон-Воронцова основала медицинскую компанию Номевко. За 2020 год она заработала свыше 800 миллионов рублей. То есть доходность фирмы дочери Путина составила почти 4000% в год. В этом сообщала, в частности, Радио Свобода. Конечно, вопрос ресурсов. Я не хочу говорить только о финансовых ресурсах. В одной из частных клиник Петербурга, которую выкупила компания Воронцова, им сейчас лечат раненых в Украине вагнеровцев. Юрит и Мария расстались не позже 2016 года. Развод им не потребовался, поскольку формально они и не регистрировали свой брак. Именно их сын и учится в немецкой школе при посольстве в Москве. Единственный опубликованный СМИ-снимок был сделан на турнире по картингу. Учителя регулярно отпускают его на соревнования. Кстати, в сентябре прошлого года, после взрывов на военном аэродроме возле Евпатории, соревнования с участием внука Путина перенесли из Крыма в Грозный. Как сообщала заблокированная теперь в России газета Moscow Times. В начале июня стало известно, что решением Кремля в России останется лишь 350 человек, работающих в официальных немецких представительствах. 350 человек на посольство и все консульства, а также гёте-институты и немецкие школы. По нашим данным, эта новость застала немецкие организации врасплох, после чего они буквально начали обсуждать между собой, сколько у кого останется персонала. Решили, что в школе останется в районе половины от того, что было прежде. По информации Ост-Вест, никто из работающих в школе немцев не испытал дискриминации после начала войны. Но внутри немецких представительств после 24 февраля звучали рекомендации не сильно громко говорить по-немецки в городе. Продолжение следует...